30 лет каждый день он проводит в борьбе за жизнь. Алексей Конурин реаниматолог. Обучение в колледже пришлось на 90-е. Повышать профессию было некогда. Закончил и сразу пошел работать на скорую. И сталкивался не только с жизнью и смертью. Я попадаю на домашние роды. Первый раз. Ну не знаю, если лицо мое сфотографировать, наверное, у меня лицо было хуже, чем у той роженицы, которая рожала. Ну ничего, все справился. Ребенок нормально, все родился. Потом я даже его навещал в роддоме. Мама назвала моим именем его. Но такие вызовы скорее исключения. Все-таки выезжают они на серьезные случаи. В составе анестезиологии реанимации больше 15 человек. Их задача – экстренно доставить человека в больницу или запустить сердце прямо на месте. Да, выезжают на вызовы они реже, чем линейная бригада. Но, тем не менее, каждый день у них бывает не меньше 10 пациентов в тяжелом состоянии. Такие ситуации снимать нам, конечно, не разрешили. Если ты работаешь долго, как я, например, работаю, сложности как таковые уже не должны быть. Потому что опыт работы не позволяет тратить время зря, надо действовать. И у нас в бригаде каждый знает, чем заниматься в нужный период. Каждый знает свою четкую работу. Поэтому, если ты знаешь работу, сложностей не должно быть. С некоторыми коллегами Канурин работает десятилетия. Очень квалифицированный специалист. Отдается своему делу изо всех сил. Так что только положительно, можно сказать. Очень отзывчивый и очень добрый человек сам по себе. Поэтому пациенты никогда о нем плохо не отзывались. Даже таких прецедентов не было. Кстати, сегодня мужчина провел не на смене, а в правительстве края. Виктор Томенко вручил Алексею Канурину благодарственное письмо президента России. Приятное внимание накануне Дня медицинского работника. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Продолжение следует...